Дорогие коллеги и друзья, я не хочу повторять то, что уже рассуждалось и со многим согласен, но несколько сюжетов хотел бы, так сказать, выделить. Ну, наша ассоциация, которая возникла все-таки в стенах РТГУ на учительной конференции чуть больше двух лет назад, она, конечно, только начинает свои шаги, мы практически не так давно приступили к этой работе, и многое нам кажется, что можно будет сделать больше, получить более эффективный результат, и это совершенно справедливо. Но с другой стороны, я хочу сказать, что все-таки какую-то роль существенную мы в процессе привлечения общества к важности истории тоже играем. Потому что и в том, что этот год, который заканчивается, был годом российской истории, и в том, что вы созданы российского исторического общества, все это результат внимания общества к этой проблеме, которая, конечно, идет именно в учителе истории. И наша ассоциация с многими другими организациями, я могу назвать и другие, которые в этом участвовали, в том числе и российское общество историко-архивистов, которое я представляю также, они сыграли роль в том, чтобы эта линия была завершена каким-то, ну, я бы сказал, к консюпированием этого процесса. Конечно, многое нас не устраивает, многое нужно еще совершенствовать, но сам факт, я думаю, мы не можем его не учитывать. И в этом отношении, конечно, интересно, собственно, Министерство, я тогда над этим должен, я благодарю за это, оно завершает, это про, вот, с этим материалом, ну, как бы, участие в образовательном сообщественном вводе истории именно этих съездов. Конечно, сейчас важно посмотреть, что все-таки сделано. Бесспорно, еще, так сказать, год и закончился, но, тем не менее, уже, видимо, я думаю, что ассоциация должна провести такой, то, что мониторинг, а для себя, организировать, что было эффективно в этом вводе российской истории для нас, что сделано в школах, в каждом, так сказать, школьном кружке, в каком-то кривичном музее и так далее, что сделано в вузах, какие конференции были проведены. Это очень важно для будущего, я потом уже как-то расскажу, и мне кажется, это очень должно быть, ну, как бы, в центре нашего внимания, на будущее, потому что есть и задачи, которые стоят на следующие годы, которые уже даже Сергей Ильич Нарышенко уже сегодня объявил, в случае зрения деятельности нашего истории российского и старейшего общества. Ну, что касается нашего университета, то это десятки, конечно, конференций, десятки курлых столов и учебных, педальческих пособий, я не хочу об этом долго говорить, а также мы участвуем в целом ряде мероприятий, которые проводили и в Стенопольской Академии наук, и в Московском университете, и в других регионах и так далее и подобное, и того подобного, и два проекта, которые важны для учителей истории, это наши проекты «Родная история», где мы задаем, так сказать, в интернете сведения о всей продукции РКГУ, связанной с тем структурой по истории вообще, он уже существует за целый год, я обращаю внимание на наш проект «Родная корня», который обращен к студентам, которые изучают истории своей семьи. Это, кстати, проект, который вполне можно рассматривать и в школе, потому что крайне важно для любого ребенка, для любого учащегося изучение истории, начинать со своей семьи, со своих родных, откуда может быть сформирована, я бы сказал, любовь к родине, если она не начинается с любви со своим близким, своей отмазыванием, своей семьей, поэтому это очень интересный проект. Но я хотел бы сказать еще о другом сюжете, который я тут немножко Сергей Павлович обозначил, но я предлагаю все это пошире, можно сказать, взять. Собственно, для учителей истории крайне важно, как, не то, что он дает вуз, это очень важно, а что сами учителя хотят от вузовского сообщества в своем, так сказать, своем нелетном и очень важном деле. Я думаю, что нам нужна наша ассоциация, продумать такую программу, взаимодействие деятельности учителя истории и гуманитарно-историчного образования вузовского. Это, конечно, тут есть масса форм, которую мы реализуем, это и центр продовольского образования, и преподобка учителей, и создание условий для научного роста, учительства, в том числе и в диссертационном плане, или в каких-то публикациях наших вузовских, или в больших широком профиле. Это и кривейщики работы, это и активные работы, все это да. Это информация о достижениях науки, исторической в школе, процесс воспитания, это, я думаю, и проблема магистратуры для школьных учителей, для выдущих вузов страны, это и, конечно, аспиратура Александровича, я уже говорил. Но все-таки мне кажется, что учитывая, что у нас есть два объекта общих, потому что абитуриенты и старшеклассники, это одна и та же общая хирургия, и, с другой стороны, выпускники вузов и учителя школы, это тоже одна и та же. Я имею в виду исторических вузов и исторических вузов, одна и та же категория. Тут есть две совершенно обидные общности, которые для нас одно и то же. Поэтому мне кажется, что такая программа взаимодействия должна быть, так сказать, одной из ключевых направлений нашей ассоциации. Но это речь не о том, чтобы вузы предлагали то, что, так сказать, хотят, вузы предложили, а то, что должны идти снизу, так сказать, снизу имеется в виду и от самих учителей. Что нужно учителям от вузов? Вот я думаю, что это крайне важно, потому что, конечно, и вузам нужно от учителей что? Им нужны высококонфицированные выпускники, которые приходят в аудиторию, так сказать. От этого зависит качество, так сказать, исторического образования. Сегодня-сегодня об этом тоже говорили, и Игорь Игоревич, так сказать, в своем выступлении об этом тоже говорят. Значит, нас интересует прежде всего качество исторического образования. А это качество можно сделать только совместно. Если действительно качество пытливости, интереса, ну, я бы сказал, призвание будет воспитываться в школе, и оно будет продолжаться в вузе, так сказать, и будет реализована в вузе. Для этого, конечно, тут крайне важно и то, и то, и другое. Есть еще один аспект, который сегодня не затрагивался, но я считаю, что ассоциация начала эту работу. Это региональный аспект, так сказать, ну, вообще региональные сюжеты исторического школьного образования. Вообще у нас проблемы регионоведения, я говорю, не международные, так сказать, внутри России, очень слабое звено. У нас, конечно, есть регионоведение на местах, но у нас совершенно нет такого, как бы, общего российского, что ли, подхода к этой проблематике. Вот наши вузы, мы создали сейчас, кстати, такую институцию по проблемам регионоведения впервые. Но хочу сказать, что это только начало. Тут, конечно, есть необходимо, крайне важно, сказать, работа совместная, поскольку тут без общих усилий не обойтись. И еще один, конечно, в этом плане аспект, который, канал, который можно использовать, это еще целый ряд, ну, подобных нашей ассоциации, или со схожими задачами исторических или более широких ассоциаций. Ну, прежде всего, конечно, Российской общественной историкой архивистов, которая активно взаимодействует со школьными учителями. Сегодня мы будем награждать дедуша архивистов. Это плод, результат работы архивистов и школьных учителей в регионах. Это, собственно говоря, как раз конкретный результат этой работы. Это и в союзном и ведом, потому что опыт, потому что учитель истории в школе – это главный проявит, так сказать, практически. Ну, один из важнейших представителей и специалистов в школе по местному проявителю. И на нем висит и вся работа связана со школьным музеем, как правило. И он, так сказать, как раз собирает информацию о выпускниках школы, о лучших людях, которые его находят. Собственно говоря, понятно. Поэтому тут очень важно, так сказать, это сказать. В заключение хочу отметить один сюжет, который, конечно, год из российской истории заканчивается. Здесь есть люди, которые к этому предложили душу, так сказать, вообще инициировали, как говорили, с рождения школы, кстати, я сам слышал, так сказать, саму идею. Но, собственно говоря, на обучение истории, на изучение истории, на воспитание истории нет временных рамок. И хотя уже были предложения объявить следующие пятилетия, пятилетия российской истории, я, кстати, считаю, что это нужно, может быть неплохо. Были декады, были десятилетия, что угодно. Но все-таки я призываю вас к тому, чтобы получение истории для наших с вами ассоциаций, для тех, кто этим живет, это вещь, это проблема, это безграничная проблема. Вот к этому я вас призываю и надеюсь, что мы все сделали все, чтобы это было действительно бесконечным процессом. Спасибо большое.